всем здорово вот рано утром в субботу решил заняться снова своей машиной потому что к сожалению как я говорил уже тасол у меня уходил стал искать причину возил в 2 ст в 2 ст а мне там подрезали один маленький шланг и говорили что в принципе он тебя лопнул поэтому тасолы уходит причина была конечно же не в этом но как всегда вот я как уже про компьютер свой рассказывал пока сам не разберешься все не поймешь я конечно учился техников не кончал кончал универы был заточен немножко по другие дела вот и с почтением отношусь к мастерам своего дела те которые могут ну реально там разбираться в машинах разбираться еще в чем-то но решил разобраться сам хочешь сделать хорошо сделать называется сам не факт конечно что мастера делают плохо просто может не хотят разбираться может ты сам сам я не понимаю что и где может быть причиной не показал им что давайте тут еще раз проверим там еще что-то все говорили все в порядке а тасол у меня уходил ну буквально литрами больше чем бензин я заливал тасол потому что машина могла и закипеть но и закипала пару раз и то и все очень начал я с расширительного бачка потому что я же доверял им этим мастерам которые сказали что все везде в порядке а единственное что у меня оставалось в качестве предположения это расширительный бачок вот вот и тут я закупил уже того сего это термостат в итоге оказалось что термостат потому что у меня шел охлаждающая жидкость шла по малому кругу решил купить и крышку термостата вот сказали узор неплохая фирма стоит в общем термостат с двумя хомутами и вот с этой вот герметиком прокладкой стоит рублей 270 по моему получилось мне 275 вот вот тасольчик за 234 рубля самый дешевый тасов стал убрать потому что еще он выливается у меня постоянно но не все так просто как оказалось сначала я стал менять бачок термостата ой термостат разрешительный бачок сейчас тоже его покажу я его поменял сейчас видимо придется снова его откручивать вот потом поменял один шланг потому что увидел на нем прямо сильные трещины через которые прямо сильно видимо бежал тасол собственно видимо он там ему ходил потому что когда его поменял все стало гораздо лучше но вот стал гонять по маленькому кругу термостат ни разу не мененый лет десять ему не работает сейчас покажу это все раскурочил еще так сильно прикипели винты в термостате чтобы сломался винт пришлось снимать вместо крышки термостата весь термостат оказалось что он дубовые шланги и теперь похоже придется разбирать там ну сейчас покажу сейчас сами посмотрите просто на самом деле сам искал информацию про то как снять расширительный бачок в интернете и не нашел куча роликов где расширительный бачок кипит не хочу плохо отзываться о людях ну что за мудаки что ты показываешь как у тебя кипит расширительный бачок если у человека он кипит то он сам это увидит на своем расширительном бачке а то вот там по 20 по 30 секунд видео у человека кипит расширительный бачок пара идет расширительного бачка и там бурлит ну что это человек сам увидит главное как решить проблему а то как снять расширительный бачок есть парочка одинаковых сайтов там показывают картинки как снимается расширительный бачок. Но на самом деле там всей проблемой это не ясно. Во-первых, нужно открутить все шланги, снять сразу хомуты и отсоединить все шланги от расширительного бачка. Но еще проблема в том, что сам по себе расширительный бачок извлекается довольно тяжело. В общем, нужно сначала все отсоединить, а сейчас покажу, как он извлекается. Доставать не буду сейчас же, потому что там еще тосола есть немного, еще что-то сейчас, в общем, другие дела у меня. Но просто покажу всю картину у себя под фото. Вот, значит, снял я этот воздушный фильтр, не мешался. У меня все разворочено. Еле-еле наконец-то, как в праздники, открутил вот этот термостат, потому что вот, посмотрите, кстати, винт. Видите, да, он сломался и вообще невозможно никак его извлечь. Ну, сейчас буду извлекать уже по-другому, но на месте его никак нельзя было извлечь. Скорее, если поменяю весь вот расширительный бачок помененный, кстати, вот этот шланг у меня, тоже приступил заменить. Короче, весь смысл в том, что когда все снимаете, все вот эти, откручиваете там и там, нужно открутить крышку и доставать вот в эту сторону. Сильно-сильно дернуть. Он очень туго там сидит, с трудом выходит. Ну, конечно, снять нужно вот этот ремень тоже, но он чаще всего настолько сильно разболтан, что его и снимать. Ну, видите, я перчатку туда подложил, чтобы он не болтался. И, в общем, за горло открываете, туда палец и за горло вытягиваете в сторону. Вот. Термостат, конечно, снимать довольно сложно. Особенно вот эти винты там снизу, да, был винт, который ну, с трудом я выкрутил накидным ключом, потому что обычный гаечный туда никак не подлазит. Вот. Ну, и сейчас оказывается, что дубовый вот этот шланг у меня полностью нужно заменить. Соответственно, придется разбирать еще и вот там их. Ну, ничего, разберусь, определюсь. Самое главное, что сегодня суббота и думаю, к обеду она у меня уже поедет. Милая моя ласочка, любимая. Ну, судя по тому, что там винт сломался, крышку термостата просто поменять не получится по той причине, что придется менять весь термостат. Есть термостаты в сборе, просто продаются. Судя по всему, я такое куплю. Просто, то есть, поставлю целый термостат в сборе и буду ездить и не париться. Стоит он 550 рублей, на 200 рублей дороже, чем отдельная крышка. Крышка, которую я взял, Лузар. Вот. Но зато вроде как в сборе и меньше соединений, меньше возможности, чтобы что-то там сломалось, винт обломился, чтобы где-то протекло. Самое главное, что я хочу сказать в этом видео. Нет ничего такого, в чем ты бы не смог разобраться. Если ты думаешь, что, ну часто бывает, вот я глядел под капот своей машины, глядел вот совсем недавно, еще примерно полгода назад, я нет, прошлой весной, друзья мне меняли масляный фильтр, воздушный фильтр. Я просто... А, кстати, еще как снять воздушный фильтр, крепление воздушного фильтра на таких резиновых как сказать, столбиках. Помню, раньше это просто было огромной проблемой, как снять, как поставить. Все очень просто. Брызгаете ВД-шкой, ну все знают ВД-шку, и плоскогубцы прямо сверху за елочку, вот за эту, хватаете и тянете как можно сильнее. Выскакивает просто в момент. А если без ВД-шки, это пришлось недолго возиться. Так, тут машина приехала, мне очень хочется базарить не очень, я люблю, когда кто-то кто-то смотрит, левый человек. Вот. Но самое главное, что я хочу сказать, что есть у всех руки, есть у всех ноги, есть у всех голова. Вообще проблем никаких не бывает. Легко разобраться вообще во всем. Кто-то... Ну кого-то это работа, он просто знает уже это, и он разобрался один раз. Ты тоже разберешься один раз и тебе уже не будет никаких сложностей взять что-нибудь, открутить, закрутить, приделать. Просто возьми и делай. Информации сейчас довольно много в книгах, в интернете, вообще везде. Главное не бояться, не блокировать. Часто мозг блокирует, говорит тебе, что да ну, типа я это не могу. На самом деле мы все можем, мы можем. Любой человек может полететь на ракете, любой человек может создать компьютер, любой человек может все сделать. Самое главное знать, что ты это можешь. А, кстати, помню, в школе были сложные такие задачки по физике. Я вроде по математике, но по всем предметам я все мог делать, а некоторые задачи... А физику как-то я забил. У нас был посредственный учитель, и я вроде как везде в пятерке получал, а не я получал пятерки за одним. И забил просто-напросто на физику. В итоге при поступлении возникли проблемы с решением задач по физике. Ничего не мог я решить тогда. После этого я пошел на специальные курсы для подготовки. Именно по физике. Хотя по физике в итоге... В том универе, в который я поступил, я по физике не сдавал ничего. Вот, но все равно. И самое главное, что сказала мне та учитель, ну, такая, которая была сильной, она сказала, что нет нерешимых задач. Решение точно есть. И исходя из этого, нужно уже стремиться просто его найти. И все. И когда снялся вот этот блок с мозга, что решение точно есть, я знал, что решение есть, все стало просто легко. Решение всегда точно есть. Безвыходных ситуаций нет. Самое главное, остановиться, подумать, разобраться и решить. Ладно, всем пока. Всего хорошего. Пока.